Начать тест Я сейчас прохожу тест Люшера Он очень простой, не задумываясь выбираешь цвета Но при всей простоте говорят, что он очень точно определяет текущее психоэмоциональное состояние человека Вот что у меня получилось Да Источники стресса даже указаны Но со своими результатами я ознакомлюсь чуть позже А почему мы об этом сегодня заговорили Дело в том, что это один из тестов, который проходят люди, которые хотят стать замещающими родителями Их мотивы, кому у нас отдают деток на воспитание, при каких условиях, об этом поговорим сегодня В эфире «Точнее» с вами Ольга Солоницына, всех приветствую Чужим здесь место Важно общение близкое, чтобы они меня поняли и я их понял Сирота в кругу семьи Бизнес или призвание Здоровье массам Удивляться не приходится, если знаешь, какие поликлиники сегодня строят Мы покажем самую большую И я бы даже сказала, самую крутую Культ, поход И прищепками запаслись, и лампочками запаслись, и запаслись специальными пультами, которые не будут качаться от ветра Так что все схвачено Тюменский симфонический готов и к концерту, и к капризам погоды Оно у вас не нарисованное? Нет, и даже не приклеенное Как вам это удается? В рубрике «Удачное время» откроем секреты клубничного счастья Искоренить сиротство как явление К этой цели наш регион продвигается активными темпами И как показатель всего 273 ребенка, которые растут в казенных учреждениях Остальные 6 130 воспитываются в семьях Но замещающие родители получают за это определенные суммы Например, единовременное пособие при устройстве ребенка в семью от 17 тысяч рублей Ежемесячные выплаты от 11 тысяч 300 рублей за каждого принятого ребенка Ну и в год это получается чуть более 150 тысяч рублей Критики таких форм устройства сирот говорят, что в семье движет финансовый интерес Бюджет у замещающей семьи обходится раза в три дешевле, чем содержание в детдомах А для замещающих родителей это неплохой бизнес Мы познакомились с одной такой семьей Вот посмотрите и скажите, повернется ли у вас язык назвать это бизнесом? Подтягиваешься, отжимаешься, сила есть, покажешь? Не похвастаться своими спортивными достижениями Женя не мог Мальчик с рождения страдоластный, сейчас профессиональный спортсмен Он у нас занимается футболом, два года уже Женя Он братарь команды Исцкой нашей, и чта наша команда Кроме Жени в доме Белослудцевых живут еще трое ребятишек Миша и Юлианна с Максимкой И все дети приемные К визитам органов опеки семья относится как к приходу гостей Мама Дина педагог, у нее все дети при деле У каждого дополнительный английский, Юля ходит на хореографию А Миша занимается фортепьяно У мальчика проблемы со зрением, и он не усидчивает Но родители стараются скорректировать поведение Обязательно занятость после школы каждый день Ну, чтобы всякие глупости потом в дальнейшем не лезли в голову Мне нужно, чтобы у них правильно шел направление в жизни, пошло правильно У старшего Жени обязанность собирать яйца и ухаживать за курами Ребенок все делает сам, без напоминаний Это цветы, я их посадил вчера, чтобы было красиво В самоваре клумба, кто придумывал? Я Он был старый, уже ненужный, я подумал, не выбрасывать его Заниматься хозяйством дети учатся у папы Михаил Петрович к каждому находит подход Важно общение близкое, чтобы они меня поняли, и я их понял Женя сейчас уже более взрослый, он постоянно со мной помогает Где-то поколотиться, где-то, значит, с котиной управиться Как-то папа у нас и мама, мы все вместе делаем У нас и с детьми мы вместе, мы и посуду можем вместе, то есть помыть и гвозди какие-то колотим на строительство, раз идет, мы все вместе делаем Дина недавно вернулась с моря, она сама ездит с детьми на машине уже второй год, ведь у мужа отпуск не совпадает с графиком соревнований юного футболиста Женя у нас очень хорошо помогает, он садится сзади, допустим, с двумя детьми, вот с двумя он ехал у меня, а маленького я сажу с собой впереди И такой сплоченности нужно поучиться и обычным семьям Кстати, в России могут официально ограничить число детей, передаваемых приемным родителям Сейчас в законе формулировка расплывчатая, дословно Количество детей в приемной семье, включая родных и усыновленных детей, не превышает, как правило, 8 человек То есть большее не запрещено По мнению инициаторов проекта, это создает почву для появления платных приемных семей, куда детей берут ради материальной выгоды Да и сама процедура, по их мнению, несовершенна, поскольку не позволяет отсеять тех, кто берет детей в семью ради наживы Или может причинить им моральный или физический вред Как к такой инициативе относятся в Тюменской области, традиционному передовику в сфере опеки и попечительства Узнаем у Наиля Гебадулина, заместителя директора Центра социальной помощи «Семья» Наиль Вайзыхович, а какая у нас самая большая приемная семья в Тюменской области? Самая большая семья в Тюменской области проживает на территории города Тобольска, духовной столицы Сибири Это семья Елены Николаевны Гущиной, которая воспитывает 13 принятых детей И у нее есть такая особенность, что Елена Николаевна организует работу не только по воспитанию, но и по восстановлению утраченных родительских прав законных представителей И на сегодняшний день Елене Николаевне передано уже 5 детей в кромные семьи Она восстановила одну семью в отношении трех детей в родительских правах и, соответственно, двух мам восстановила в отношении двух детей То есть она вот этих мам, которых лишили родительских прав, она их сумела вернуть к жизни и вернула к ним ребятишек? Да, она не только сумела возвратить их родительские права, но и на сегодняшний день она осуществляет сопровождение, выполняет функцию специалиста по социальной работе, осуществляет комплексное психолого-педагогическое сопровождение, юридическое сопровождение этих семей Скажите, а зачем ей это надо? Вы не знаете? Я думаю, что это отдача сердца, это отдача души, это работа, это смысл жизни Вот сейчас последняя инициатива о том, что нужно ограничить количество детей, передаваемых в замещающие семьи Точная цифра пока не называется Но вот как вы к этому относитесь, как специалист все-таки в этой отрасли? И не означает ли это возврат опять к детским домам? Этот вопрос достаточно дискуссионный, потому как нельзя под одну гребенку грести все замещающие семьи Если мы говорим о том, что у Елены Николаевны имеется положительный опыт воспитания 13 детей, почему мы должны ограничить количество детей, которых она воспитывает? Поэтому этот вопрос требует индивидуального подхода каждому кандидату в замещающие родители То есть получается, что с другой стороны этот закон, он еще ведь может ограничить право детей на то, чтобы иметь не родную, но вполне себе полноценную семью Да, потому как, наверное, каждый ребенок имеет право на воспитание в семью, и не каждая семья готова принять особенных детей И иногда профессиональная завещающая семья, которая воспитывает большое количество детей, именно обладает теми ресурсными возможностями, чтобы принять того ребенка, который не может быть устроен виной в семью Скажите, а как часто вот ребятишки, которые к замещающим мамам и папам пришли и называют их мамами и папами? Слышали такое? Безусловно, такие факты имеют место быть, и, наверное, в процентах в 80 случаях при приеме ребенка в замещающую семью, ребенок начинает называть своих приемных родителей мамой и папой Когда ребенок называют мамой, наверное, это вот тоже такая высшая степень признания Ситуация отказа, когда замещающие родители, пройдя все испытания, взяв ребенка, все-таки поняли, что они поторопились Такое у нас часто случается? Такие случаи бывают, к сожалению, но они единичны В прошлом году было 10 возвратов детей из замещающих семей Но в данном случае организуется работа по подбору иной семьи для того, чтобы ребенку сохранить право на воспитание в семье А вот эта 10 циферка в сравнении с другими регионами, вы анализируете статистику? Конечно, анализируем, и мы на фоне других регионов выглядим достаточно достойно и достаточно позитивно Как часто к вам приходят, ну вот так, наверное, мягко сказать, странные люди, которым, ну, детей просто нельзя доверить, а они говорят, вында, подай, хочу? Такие случаи бывают, но в ходе проведения школы замещающего родителя кандидат познает свои слабые и сильные стороны По итогам обследования его личности подготавливается письменное заключение, с которым ознакомляется сам кандидат замещающий родителей То есть не только родители смотрят на свои возможности, но и вы смотрите на родителей Безусловно, безусловно, именно поэтому Если вы по каким-то тестам видите, что, ну, семья пока не в стабильном состоянии, ну, вот они хотят, но не готовы, и вы им говорите нет Такой семье даются рекомендации по коррекции каких-либо отклонений, которые существуют в данной семье С целью того, чтобы была возможность реализовать свое право быть замещающим родителем Какие вот есть законные основания, чтобы отказать? По закону, это же законно все регулируется? То есть по закону нездоровым людям, там, больным, инвалидам, ребенок передан быть априори не может, я правильно понимаю? Это регулируется? Это регулируется федеральным законодательством, определен перечень заболеваний, при которых кандидат не может быть замещающим родителем Определены основания для отказа быть кандидатом замещающих родителей Такие перечни есть И скажите еще, вот вы же не первый год в этой сфере работаете, как-то имидж приемный замещающей семьи за последние 10 лет он изменился? Я думаю, что поменялся, поменялся не только на территории Тюменской области, но и на территории всей Российской Федерации И показателем эффективности функционирования замещающей семьи, показателем наличия имиджа замещающей семьи является то, что более 95% детей, оставшиеся без попечения родителей, которые проживают на территории нашего региона, они воспитываются в замещающих семьях До скольки лет они там живут? До 18-летнего возраста, детский возраст у нас определен до 18 лет После 18 лет, вы следите за их судьбой? Вы можете сказать, что да, это правильно, это лучше для ребенка жить в замещающей семье, вот уже по результатам? Можете так сказать? Конечно, мы можем говорить об этом, и если мы проводим аналогию с учреждениями для детей-сирот, выстроенной системой воспитания, то в целом федеральные показатели говорят о том, что только 20-25% детей, выпускников учреждений для детей-сирот становятся успешными детьми, в то время как выпускники из замещающих семей в 90% случаев становятся успешными Ну что ж, желаю все-таки до 100% этот показатель довести, много сил для этого потребуется, но я думаю, что они у нас есть, спасибо Более полусотни вопросов, столько же ответов и один счастливый случай Прямой разговор с директором департамента здравоохранения Тюменской области Инной Куликовой, который состоялся накануне, стал судьбоносным для мальчика с пороком сердца И вот как это было Мы по какой-то квоте не попадаем в 17-й год Это значит, надо ждать 18-й год, чтобы нам получить оклюдер, который закажут, естественно, на 18-й год И вот мы сейчас живем на острие ножа Возможно ли ускорить процесс? Возможно ли ускорить процесс? 14 лет порок сердца ждут квоты Я думаю, что этого пациента, я прекрасно знаю эту бабушку, в этом году, так сказать, в течение месяца-двух мы решим их проблему А, то есть им до 18-го года не придется ждать? Не надо Полную версию программы «Время здоровья» Прямой разговор смотрите в понедельник, 17-го июля в 20.30 на канале «Тюменское время» Многие вопросы здесь касались ежедневных проблем, которые начинаются, когда мы переступаем порог поликлиники О качестве областного здравоохранения также пойдет речь в программе Но у нас далее не качество, а количество В рубрике «Рекорды Тюмени» самая большая поликлиника областного центра Средняя продолжительность жизни тюменцев сегодня 74 года И уровень тюменского здравоохранения сыграл в этом далеко не последнюю роль Удивляться не приходится, если знаешь, какие поликлиники сегодня строят Мы покажем самую большую и, я бы даже сказала, самую крутую Это поликлиника номер 5, главный корпус на Московском тракте Ее построили в 2012 году и подобной в областном центре еще не видели Площадь здания 10 тысяч квадратных метров Это как два тюменских цирка У поликлиники 9 филиалов в Тюмени и в Трускуле В общей сложности обслуживается почти 112 тысяч жителей Это 73 участка 86 тысяч пациентов взрослые, а 27 тысяч дети Ежедневно в поликлинике бывает по 1200 человек За их здоровьем следит самый большой в Тюмени медицинский коллектив 745 специалистов Тем, кто обслуживается здесь, можно позавидовать Регистратура 5-й поликлиники в 2015 году получила звание Лучшей регистратуры страны, обойдя почти тысячу конкурентов На базе поликлиники работают Центр здоровья, Центр амбулаторной хирургии И единственный в городе Центр амбулаторной урологии В планах открыть здесь и собственный травмпункт 5-я поликлиника, самая большая в Тюмени А какие объекты вы бы добавили в список тюменских рекордов? Выкладывайте фотографии в социальных сетях с хештегом «Время рекордов» И мы обязательно приедем и покажем их Спонсор нашей программы – федеральная аптечная сеть «Формленд» Аптеки «Формленд» – доступные, надежные, твои В эфире свежие новости клуба друзей «Формленд» Друзья, делитесь новостями Получила от «Формленда» в подарок мультиварку Отлично А я получила тонометр От всей души поздравляю А я еще успею? Ну, конечно Подарков еще много Спешите в аптеке «Формленд» Смотрите в нашей программе через 3 минуты Она у вас не нарисованная? Нет, и даже не приклеенная Как вам это удается? В рубрике «Удачное время» откроем секреты клубничного счастья Культ поход И прищепками запаслись, и лампочками запаслись И запаслись специальными пультами, которые не будут качаться от ветра Так что все, свачно Тюменский симфонический готов и к концерту, и к капризам погоды А в Тюмени в выходные будет очень громко В этот уикенд наш город войдет, пожалуй, в топ самых шумных мест на планете Традиционная фиша для тех, кто на выходные в Тобольск не поедет Точнее, вновь в эфире И сейчас у нас удачное время Это рубрика про удачу на даче И сегодня в ней королева ягод В народе клубника, но по-правильному земляника, садовая, крупноплодная В ней чуть ли не вся полезная часть таблицы Менделеева Говорят, в этом году ягода кислая из-за нехватки солнца Но не у всех Давайте же узнаем секреты хорошего урожая Этого дня я ждала пол лета Точнее, момента, когда на грядках поспеет клубника Говорят, в этом году она не очень Погода подвела, но есть счастливчики, у которых с урожаем все в порядке Мария, здравствуйте Здравствуйте, Наталья Это правда, что у вас много ягоды? Да, конечно Ну не верю я Проходите, посмотрим Пойдемте Мария Кудряшова выращивает клубнику всю жизнь Сейчас на сотках более 17 сортов Оно у вас не нарисованное? Нет, и даже не приклеенное Как вам это удается? Мы знаем секреты богатого урожая Первый – однорядная посадка ягод Удобной для подкормки и для сбора урожая Клубника растет на одном месте 3, ну максимум 5 лет Исходя из этого мы сделали ширину грядки и ширину дорожки одинаково Что можно ее потом передвинуть Второй – теплая грядка Все сорняки, которые садоводы обычно со своего участка пытаются по максимуму вынести А мы их укладываем вот в это место, где будет грядка То есть формируем грядочку Она не только красивая, но еще и вкусная Наверное, с сахаром подкармливаете? Не только Подкормка – это третий секрет Мария питает клубнику весь сезон Начиная с появления первых цветоносов и даже когда урожай весь собран Можно сделать все очень недорого Травяной настой Можно добавить немного конского навоза Нужно добавить золы, мела Ну и все, две недели постояло и разбавляете Из-за этой емкости уже получается один стакан и 10-литровое ведро Еще один секрет – качественный посадочный материал Если вы хотите развести клубнику, определенный сорт вам понравился и вы хотите ее развести Вам нужно с этой клубники убирать цветы То есть если вы берете с нее усы, вы не берете с нее ягоду Клубника растет на мульче, которая помогает и с сорняками бороться, и ягоду более чистой собирать Такую Мария не боится давать даже 7-месячной дочурке Вкусно Наталья, может вы мне поможете собрать немного? Ой, давайте, да Такую ягоду, да пособирать, да одно удовольствие Да, я с вами согласна, что одно удовольствие, но просто когда ее получается уже 15-20 ведер, вы знаете, удовольствие уже превращается в такую серьезную работу Ой, какая ягода красивая На выставку, на выставку ягод Ну что ж, сегодня на личном опыте убедилась, что даже дождливая погода не помеха для хорошего урожая Было бы желание реализовывать секреты, которыми поделилась Мария Давайте-ка сфотографируем все ваши ягоды Снимаю Еще немного, еще чуть-чуть и стартует самое долгожданное культурное событие сезона Фестиваль «Лето» в Тобольском Кремле обещает много творческих открытий и сюрпризов Но преподнести их может и погода Так уже не раз бывало Поэтому организаторы и артисты сейчас думают и о поэзии искусства, и о прозе жизни Всего неделя, чтобы выучить 7 часов музыки и 2 репетиции с солистами За пультом Тюменского филармонического оркестра приглашенный дирижер Это совместный проект театра «Геликон опера» и нашей филармонии В этом году «Лето» в Тобольском Кремле стало масштабнее и проходит в двух городах Сегодня до полуночи играют в нефтяники, оперетту «Летучая мышь» и кофейную кантату «Баха» А уже рано утром музыканты выезжают в Тобольск Коллектив молодой, они полны сил и энергии Поэтому я думаю, что усталость не будет сказываться Самое главное, завтра с хорошим настроением подойти к спектаклю И по поводу Сибири, там будет, я думаю, что один важный момент Нам надо будет отстроить микрофоны Я думаю, что это будет самое важное, потому что все-таки открытая площадка И мы должны при этом решить, чтобы был качественный звук Возле Кремля в духовной столице прозвучит опера с символичным названием «Сибирь» Ее написал итальянский композитор Умберто Джордана Однако отстройка микрофонов не единственная сложность Тобольск славится ветрами и пельменчевой погодой В прошлом году, чтобы ноты не разлетелись по Красной площади Музыканты бегали в универсам за прищепками В этом концерту готовились как к походу Весь оркестр запасит термобельем, чтобы всем было очень тепло и хорошо И прищепками запаслись, и лампочками запаслись, и запаслись специальными пультами Которые не будут качаться от ветра, так что все схвачено Зрителям в случае дождя выдадут плащи Также можно будет купить фирменные пледы К нам приезжают на фестиваль люди из разных областей С севера, с юга области И иногда кому-то после праздника музыкального хочется Оставить себе на память что-то Оставляют билеты, оставляют программы А в этом году мы решили, что сувениры Это будет более яркое и интересное воспоминание Среди сувениров зонты, магнетики, термокружки, блокноты и сумки Стоимость от 35 до 1400 рублей Правда, если решите приобрести памятные презенты, успевайте сделать это до концерта Сувениров в 10 раз меньше, чем потенциальных покупателей В этот раз оперу Сибирь посетит рекордное число зрителей 3,5 тысячи человек Говорят, что в гостиницах духовной столицы, кстати, свободных номеров на субботу уже не осталось Ажиотаж еще и потому, что к любителям пищи духовной присоединяются гурманы На Красной площади Тобольска пройдет большой гастрономический фестиваль Сибирский разносол Ну а мы поможем вам не пропустить эти два больших события Будем вашими глазами и ушами Благо технологии позволяют создать эффект полного присутствия Итак, в 10.45 на телеканале Тюменское время во всех социальных сетях и на ютуб Начнется онлайн-трансляция сибирского разносола А в 18.00 включайтесь, чтобы послушать оперу Сибирь Также в прямой трансляции телеканала Тюменское время Чем еще можно занять себя в эти выходные, особенно если в Тобольск вы ехать не собираетесь В нашей традиционной пятничной афише Вот уж точно этим летом Тобольск смело можно назвать не только духовной, но и культурной столицей области В выходные, кроме сибирского разносола и лета в Тобольском Кремле Там пройдет еще один фестиваль органной музыки Между дегустацией гастрономических шедевров и прослушиванием итальянской оперы Загляните в римско-католический храм Пресвятой Троицы Это в пяти минутах ходьбы от Кремля Нужно лишь спуститься вниз по шведской лестнице В 16 часов открытие фестиваля духовной музыки Органистка Мария Блажевич и баритон Евгений Штейнмиллер Исполнит композиции из разных эпох на текст молитвы «Отче наш» А в воскресенье в костюле прозвучат произведения Баха, Генделя и Вивальди В исполнении органной трубы Вместо билетов здесь пожертвования Минимальная сумма 250 рублей А в Тюмени в выходные будет очень громко В этот уикенд наш город войдет, пожалуй, в топ самых шумных мест на планете В субботу здесь пройдет этап мировых соревнований по неограниченному звуковому давлению Это значит, что музыка будет сотрясать воздух на десятки метров вокруг Ведь количество децибел из колонок приравнивается к шуму турбины при взлете реактивного самолета А то и больше Главное, зрители и случайные прохожие, берегите ваши уши После такого мероприятия даже выступления на рок-фестивале покажутся тихой колыбелькой Хотя участники из-за океана зрителям точно заснуть не дадут В этот уикенд пройдет опен-эр На нем выступят две андеграундные группы из Америки, а также 13 тюменских рок-коллективов Фестиваль будет идти три дня И организаторы предлагают приезжать на него с палатками Для гостей организуют полевую кухню и демократичный бар Ну а если выходные планируете провести по-семейному, то позаботьтесь о досуге своих чат В субботу отправляйтесь в Театр Кукол на новый спектакль Озорной гусенок – премьера этого лета и особенно она понравится юным зрителям Если вашему малышу уже исполнился год, то смело приводите его на эту постановку Артисты не только покажут ребятам веселую историю, но и поиграют с ними На этом у меня все. Проведите выходные по-летнему ярко и весело А еще эти выходные – прямо хороший повод напомнить себе о том, что у природы нет плохой погоды На субботу и воскресенье синоптики опять обещают нам дождь Хорошо, что кратковременный В Духовной столице 20-22 выше 0, в Тюмени 21-23 со знаком плюс И в завершение мы хотим поблагодарить Тюменку Ольгу Авдеенко за кадр дня Ее пейзаж не оставил нас равнодушными Тем более, что в будущем это здание может исчезнуть с карты города Поскольку, по некоторым сведениям, оно незаконное строение С дороги выглядит не очень, а вот в отражении на глади утиного пруда просто прекрасно На этом у нас все. Спасибо за внимание. Встречаемся в понедельник Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok